Вселенная Дмитрия Глуховского «Метро 2033» вдохновила немало людей на создание самых удивительных проектов. На базе оригинальной серии создаются крупные фанатские модификации. Мир игры переносит на другие движки. Создаются РП-сервера и целые сообщества. О некоторых из них вы уже знаете из моих видеороликов. Однако на просторах сети можно найти немало самых разных и необычных проектов по тематике метро. Сегодня мы о них и поговорим, начиная от более понятных и привычных и заканчивая уж совсем невероятными работами. Так что усаживайтесь поудобнее, вы находитесь на канале RecVital и поехали! Оригинальное метро это конечно круто. Атмосфера, сюжет и постановка. Но порой хочется поиграть во что-нибудь необычное, дающее новый игровой опыт, да еще и при этом во вселенной метро. К счастью, я знаю один такой проект. Метрокрафт. Онлайн игра в стилистике метро 2033. Оружие и станции с оригинала. Свой лор и сюжет. Есть возможность вступить в понравившуюся фракцию и поучаствовать в битвах за лидерство. Можно торговать с другими игроками за ресурсы, оружие и броню. Участвовать в событиях захватом станции, изучать данжи, в том числе и легендарный бункер D6. И попутно с этим выполнять интересные квесты, модернизируя свое снаряжение и исследуя большую и опасную поверхность. Ссылка на метрокрафт будет в описании и закрепленном комментарии. Если модификации наследия на моем канале посвящен целый цикл видеороликов, и все о нем знают, то этот проект на мой взгляд незаслуженно обделили вниманием. Мод называется Alone in Windstorm и базируется он на движке сталкера. Но зайдя в игру, начинаешь понимать, что здесь нет основообразующих для сталкера элементов. Здесь нет зоны, мутантов и аномалий, а также огромного количества сталкеров, с которыми можно взаимодействовать. События мода разворачиваются на Кольском полуострове в Мурманской области. На дворе 2013 год. Наш герой и его товарища, работники местной метеостанции. И однажды связь с внешним миром внезапно обрывается. Для выяснения обстоятельств наш напарник отправляется к радиовышке, но оттуда уже не возвращается. Протагонисту необходимо разобраться в случившемся и заодно узнать, что стало причиной потери связи с остальным миром. Намекну, что действие сюжета происходит спустя полгода после мирового ядерного конфликта во вселенной метро. Игра представляет из себя хардкорный выживач, где вы оказываетесь один на один с суровой северной природой и дикими животными. Игровой процесс включает в себя крафт, систему болезней, сохранение у костров, симуляцию жизни и рандомный спавн предметов. Изучая геймплейные механики модификации, вы будете постепенно двигаться по сюжету и узнавать немало интересных подробностей о здешнем мире. В общем, если вы любитель игр подобной направленности, то к ознакомлению рекомендую. И да, кстати, прямо сейчас идет разработка продолжения, действия которого развернутся уже во Владивостоке, а главным героем будет девушка. Посмотрим, что из этого получится. Если с предыдущим модом все понятно и в него можно поиграть, то вот с модификацией под названием Диггер непонятно ровным счетом ничего. На этот проект я наткнулся случайно. На данный момент имеется всего пару артов, логотип и небольшой трейлер, по которому мало что можно понять. Ах да, есть еще свой сайт, воу-воу-воу, полегче, тут правда всего одна страница, но ребята заморочились. Также имеется небольшое описание сюжета. Главным героем будет сталкер-одиночка по кличке Краб, который до войны учился в педагогическом институте. Хорошо разбирается в литературе и потому после войны начал искать книги и продавать их в полис, ведь считает своим долгом передать знания следующему поколению. Правда, зачем их тогда продавать, непонятно. Думаю, более невероятные завязки сюжета вы вряд ли еще где-то увидите. Также разработчики сие творения заявили, что из-за выхода нового СДК релиз проекта откладывается. Похоже, что искать и продавать книги мы будем уже на движке эксодуса. Вот мы плавно подобрались и к самым необычным проектам. Как насчет того, чтобы поиграть в метро в жанре глобальной стратегии? Речь идет о модификации метро Генезис для игры Hearts of Iron 4. В него можно поиграть прямо сейчас, разработчики регулярно выкатывают обновления. И судя по оценкам в стиме, мод игрокам нравится. Признаюсь честно, я небольшой фанат стратегий. Для меня это все слишком сложно. Однако, даже не будучи в теме, меня порадовал уровень проработки мода. Все визуальное оформление было полностью переработано под антураж вселенной метро. Теперь все в игре от простых иконок до полноценной карты выглядит узнаваемым и родным для фанатов вселенной метро. Имеется множество стран со своими уникальными нацдухами. Есть возможность колонизировать и исследовать заброшенные станции, а также добывать ресурсы на поверхности. Также разработчики поработали над звуками и добавили собственные музыкальные композиции. Короче, если вы в равной степени любите как метро, так и хойку, то для вас это то, что нужно. Последний проект, о котором мы сегодня поговорим, так же как и Диггер, находится в ранней стадии разработки. Называется он Минск 2040. И все было бы в принципе довольно обыденно, если бы не одно но. Жанр этого мода – визуальная новелла. Да-да, не удивляйтесь, чего только фанаты не придумают. Рисовка здесь в стиле игры этого жанра, а-ля «Бесконечное лето», но во вселенной метро. Из названия становится понятно, что действия игры будут разворачиваться на станциях Минского метрополитена. Сюжет должен быть нелинейным, с возможностью выбора действий и разными концовками. Увы, о проекте пока не так много инфы. По сути, лишь арты и краткое описание концепции. Но, думаю, никто не будет спорить с тем, что это самое невероятное метро, о котором мне, да и думаю вам, доводилось слышать. Даже и не знаю, как на всё это реагировать. Могу лишь пожелать авторам удачи. Друзья, на этом видеоролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на канал и переходите в телегу. Желаю вам удачи и хорошего настроения. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok